Накануне вечером глава Сочи провел заседание КЧС. На усиленный режим работы он поручил перевести все городские службы. На связь с главой города вышли все районы курорта. На заседание пригласили подрядные организации по уборке, которые должны очистить тротуары и управляющие компании, за ними дворы. В решении сегодняшнего КЧС должно быть написано четко и понятно, что если подрядные организации, если управляющие компании в этот раз не справятся со своими обязанностями, то мы просто-напросто не только составим акты, но и передадим материалы в прокуратуру для дальнейшего возбуждения либо административных дел, либо уголовных дел. Ожидаемый пик осадков пришелся на середину ночи. По ГОСТу, говорят в администрации, убирать снег положено после снегопада, но снегоуборочная техника сразу вышла на дороге всего более 100 единиц техники. Если в центре Сочи жители особо не почувствовали осадков, то в горных районах высота снежного покрова достигала 40 сантиметров. Поэтому в основном техника работала именно там. На дежурство вышли 53 бригады энергетиков, всего около 500 человек. В различных районах города были готовы к подключению 16 дизель-генераторов на случай порывов. Такой был всего один в Салахауле, но все было оперативно восстановлено. Везде ситуация находится в штатном режиме, везде ее удалось удержать. Все детские сады, все школы, все учреждения здравоохранения и образования работают в штатном режиме. Все сотрудники администрации города, закрепленные за своими территориями, обеспечивают должный порядок. Дворники вышли на работу еще до 6 утра. Очищали подходы к социальным объектам. На тротуарах работало более 300 человек. Поэтому с утра сочинцы в основном шли уже по чистому асфальту. Автобусы также начали свою работу по расписанию. Никаких сбоев в работе общественного транспорта не было. Сегодня перебоя с транспортом не было. Лишь некоторые маршруты, первые рейсы, которые выходят около 5 утра, они до какой-то конечной остановки не дошли. Но, в принципе, уже второй автобус, который шел по расписанию, они уже прошли абсолютно по всем маршрутам, по всем остановкам, по расписанию. Трудности были только у тех автомобилистов, которые решили выехать на летней резине, не думая о безопасности своей и окружающих. А еще у тех жителей, в домах которых управляющие компании не поспешили выйти на уборку снега. Сейчас на них составлены протоколы. Что касается прогноза, на ближайшее время штормовое предупреждение сохраняется до вечера 16 февраля.